Здравствуйте, это «Голос Америки» и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 973-го дня войны, среды 23 октября. Главные темы США и НАТО подтверждают отправку военных КНДР в Россию. Депутаты Европарламента обвинили Москву в расправах над украинскими пленными. Вашингтон выделит 20 миллиардов долларов Украине в рамках займа «Большой семерки». Саммит БРИКС. Путин пытается консолидировать глобальный юго-восток. Начинаем с обстрелов. Двое мирных жителей Береславского района Херсонской области погибли сегодня в результате обстрела российской стороны. Также российские войска обстреляли поселок Инженерное Херсонского района, ранена 19-летняя девушка. Ее доставили в больницу. Россияне в среду нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, погибли двое мужчин 40 и 73 лет. В результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области разрушен Дом культуры, в котором находился офис организации Украинского Красного Креста. Об этом в самом Украинском Красном Кресте заявили сегодня. В небе Сумской области украинские зенитчики в ночь на среду ликвидировали 19 российских шахедов. В Харьковской области за сутки двое погибших, а подсчет раненых продолжается. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Алексей Негубов. В Донецкой области трое мирных жителей погибли в результате российских обстрелов, совершенных накануне. Это сведения главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина. Разведка Великобритании в обзоре за 23 октября анализирует российские атаки на Украину с помощью ударных беспилотников в течение сентября и октября нынешнего года. И там говорится, что число атак российских дронов не снижается. В сентябре 2024 года Россия выпустила по территорию Украины более 1300 ударных беспилотников «Камикадзе». Это самое большое с начала конфликта количество таких беспилотников, запущенных за месяц. Судя по темпам их использования, можно с уверенностью сказать, что в октябре 2024 года Россия превысит этот показатель. Неясно, сможет ли Россия поддерживать такие темпы до конца 2024 года. Однако она почти наверняка расширит свои возможности по проведению крупномасштабных атак с использованием беспилотников «Камикадзе», дополняя иранские поставки растущим внутренним производством. Учитывая способность этих дронов наносить удары вглубь украинских территорий, Россия использует их против множества целей, особенно объектов энергетической инфраструктуры, а также усиливает давление на украинскую систему ПВО. Это был ежедневный обзор Минобороны Великобритании. Убийства российской армии, гражданского населения и военнопленных были обсуждены и осуждены сегодня Европарламентом на его пленарном заседании. Верховный представитель Евросоюза по вопросам правосудия Дизье Рейндерс заявил, что эти преступления должны быть рассмотрены международной юстицией. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию выполнить заявленные и давно взятые на себя обязательства по соблюдению международного гуманитарного права и прекратить жестокие казни и пытки украинских заключенных. Независимым наблюдателям также должен быть представлен доступ к заключенным. Европейский Союз твердо намерен поддержать Украину в ее стремлении привлечь виновных к ответственности за эти чудовищные преступления. С этой целью мы оказываем поддержку Генеральной прокуратуре Украины в усилении процесса расследования преступлений в Украине. Кроме того, Европейский Союз поддерживает центральную роль Международного уголовного суда в Международном уголовном правосудии и активно участвует в создании специального трибунала по расследованию преступлений агрессии. Депутат Европарламента из Германии Сергей Логодинский рассказал о тех издевательствах и пытках, которым Россия подвергает украинских военных и мирных граждан. Сексуальное насилие, пытки электрическим током, имитация казни, лишение сна и принуждение заключенных к многочасовому исполнению российского гимна и патриотических песен по ночам. Это стандартные методы пыток, применяемые в России. Путинская Россия грубо игнорирует Женевскую конвенцию, приговаривая военнопленных и гражданских лиц к 20 годам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. Факты сфабриковываются, признание получается с помощью пыток, а сами судебные процессы не более чем театр. Тысяча украинских военнопленных содержится без связи с внешним миром, не имея никаких свобод, гарантированных международным гуманитарным правом. Тысячи украинских военнопленных борются, их подвергают жестоким физическим и психологическим пыткам, они живут в проглость, без элементарных предметов первой необходимости, без медицинской помощи. Депутат Европарламента Сергей Логодинский. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, прошедшего накануне, ввел в действие решение этого Совета о ликвидации всей системы медико-социальных экспертных комиссий в Украине после разоблачения случаев массового установления фиктивной инвалидности государственным служащим, в частности работникам прокуратуры. На этом фоне генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, ну а Зеленский в своем заявлении накануне сказал о системе упраздняемых комиссий следующее. Есть многочисленные факты нарушений в работе МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников. Это, кстати, касается не только прокуроров. Есть сотни таких фактов явно необоснованной инвалидности среди таможенников и налоговиков в системе пенсионного фонда в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разбираться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Проблема не только в том, что чиновники получают статус инвалида благодаря связи, но и в том, что люди, имеющие реальную инвалидность, в частности в результате участия в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. На исправление всего этого у правительства времени немного. Все это, естественно, относится к человеческим ресурсам Украины, которые не бесконечны и которые она пытается мобилизовать для отражения российской агрессии. Военный обозреватель независимого издания «Медуза» Дмитрий Кузнец в комментарии для русской службы «Голоса Америки» констатирует, что пока ситуация с пополнением воюющих частей с украинской стороны выглядит хуже, чем с российской. Обе стороны пытаются привлечь ресурсы и задействовать их, опередить в темпах привлечения ресурсов противника. Пока кажется, что в этой математической войне российский гирштаб выигрывает, ну, по крайней мере, начиная с середины 2023 года. Мы знаем, благодаря коллегам, которые следовали отчет об исполнении бюджета российского, мы знаем, что был провал в привлечении новых контрактников в начале 2024 года, но во втором квартале темпы привлечения новых рекрутов ускорились. Сейчас мы ждем данные по третьему кварталу, но пока кажется, что российские войска могут покрывать потери. Мы знаем, что потери возросли в 2024 году в результате вот этого российского наступления, но при этом, по крайней мере, во втором квартале российское командование могло покрывать эти потери, и даже оставалось еще что-то для формирования новых соединений. С ВСУ цифры нам не так хорошо известны. Утверждается, что в месяц сейчас украинские военкоматы могут собирать около 30 тысяч человек. Это примерно соответствует российским темпам привлечения новых контрактников. Существует разрыв между количеством войск, которые могут использовать российское командование и украинское. Но наверняка ситуация лучше для ВСУ по сравнению с тем, что было весной до принятия нового закона о мобилизации. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Запад тем временем медленно, но верно мобилизует финансовые ресурсы для помощи Украине, причем за счет России. Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Дали Псинг сегодня подтвердил намерение США выделить 20 миллиардов долларов в рамках согласованного «Большой семеркой» кредита в 50 миллиардов за счет замороженных российских активов. Как подчеркнул Дали Псинг, говоря о кредите «Большой семерке» для Украины, ничего подобного раньше не делалось. Представитель Белого дома заявил, что администрация Джо Байдена намерена разделить свою долю кредита – 20 миллиардов долларов – между военной и финансовой помощью Украине. В то же время Совет Европейского Союза сегодня окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро за счет налогов со сверхприболей от замороженных российских активов. Это тоже является частью плана, согласованного «Большой семеркой» на саммите в июне этого года. И европейская доля уменьшится при выделении доли в 20 миллиардов долларов со стороны США. Сегодня также продолжила свое развитие тема отправки военных из Северной Кореи в Россию. Сегодня о том, что это является фактом, уже с уверенностью говорили представители США и НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин, в частности, сегодня сказал, что существует доказательство пребывания войск Северной Кореи в России, и цель этого пребывания их там еще предстоит выяснить. Что именно они там делают, остается только догадываться. Нам предстоит разобраться в этих вопросах. Мы расскажем вам об этом позже. Но да, мы продолжаем изучать этот вопрос. Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. НАТО также получило доказательство присутствия северокорейских войск в России и обсуждает возможную реакцию на эти шаги Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении для прессы пресс-секретаря Североатлантического альянса Фары Дал Аллы. Союзники подтвердили данные о переброске войск КНДР в Россию. Если эти войска предназначены для ведения боевых действий в Украине, это ознаменует собой значительную эскалацию поддержки Северной Кореи незаконной войны России и станет еще одним свидетельством значительных потерь России на фронте. Мы ведем активные консультации в рамках альянса по этому вопросу. Североатлантический совет получит брифинг от Республики Корея и вскоре продолжит обсуждать. Эвропейские страны начинают в своем стиле реагировать на эти новости. Например, Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи. Ему было заявлено, что, цитирую, если сообщения о северокорейских солдатах в Украине соответствуют действительности, и если Северная Корея сейчас поддерживает войсками российскую захватническую войну в Украине, это было бы серьезным нарушением международного права, конец цитаты. Посла КНДР вызвали и в Министерство иностранных дел Австрии, чтобы выразить серьезную озабоченность и заявить ему, что, цитирую, эта военная поддержка в войне России против Украины является вопиющим нарушением международного права и подрывает безопасность в Европе и на Корейском полуострове, конец цитаты. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что давление на Пхеньян со стороны Запада и мирового сообщества в целом оказывается явно в недостаточной степени. У нас есть информация о подготовке двух подразделений военных из Северной Кореи, возможно, даже двух бригад по 6 тысяч человек. Понятно, что Пхеньяне, как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире одинаково заинтересованы в прекращении войны, а не в ее затягивании. Именно поэтому мы должны вместе остановить Россию и ее союзников. Если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит давления на этот режим точно недостаточно. А если Россия все еще способна сделать эту войну больше и дольше, значит все в мире, кто не помогает принудить Россию к миру, на самом деле помогают Путину воевать. Преступники должны быть остановлены. Мы ожидаем от мира жесткого ответа по существу. Желательно не только словами. Между тем, Киев уже подготовился к появлению северокорейских солдат с российской стороны на передовой. Украинский государственный проект «Хочу жить» обратился к бойцам северокорейской армии, которые предположительно уже приехали в Украину для оказания помощи российской армии. Обращение было передано на русском и корейском языках и опубликовано в соцсетях. Процитирую это обращение. «Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой. Сдавайтесь в плен. Украина приведет вас, накормит и обогреет. Тысячи российских солдат сделали правильный выбор и теперь ждут окончания войны. В хороших условиях комфортные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание. Это все перечислено в обращении проекта «Хочу жить». Ну, надо сказать, что трехразовое питание для солдат из КНДР может быть действительно привлекательной опцией. Однако, похоже, что принуждать Северную Корею не отправлять в Россию своих военных не собирается как минимум страны БРИКС. Саммит этой организации продолжается в Казани уже второй день и сегодня Владимир Путин открыл его пленарное заседание, пытаясь внедрить новое определение для клуба стран, противостоящих странам Запада и развитым демократиям. Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологию, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений. В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страна глобального юга и востока. О глобальном юге и востоке, а раньше все говорили только о глобальном юге, Путин сказал и на торжественном приеме по окончании пленарного дня саммита. Государства БРИКС солидарно выступают за активизацию сотрудничества на мировой арене на основе ключевых принципов Устава Организации Объединенных Наций. Сообща стремятся всячески способствовать формированию справедливого многополярного миропорядка при решающем участии стран глобального юга и востока в системах международного управления. Я напомню, что в саммите участвовали сам Путин, председатель КНР Си Цзиньпень, премьер-министр Индии Нарендро Моди, президент Бразилии Луис Игнасио Лула де Сильва по видеосвязи, президент ЮАР Сирил Ромофоса, ну и также там присутствовали президент Египта, президент Ирана, президент Объединенных Арабских Эмиратов и премьер-министр Эфиопии. А для личных встреч в Казань приехали Николас Мадуру из Венесуэлы и турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган. Ну и, как я уже вчера говорил, генсек ООН Антонио Гутерриш. Из всех лидеров в ходе пленарного заседания Украину упомянули только Си Цзиньпин и Лула Дасилова, причем бразильский лидер вскользь, а председатель КНР сказал следующее. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Клабанева Юга создали группу друзей мира. Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения перелива конфликта его распространение на третьи стороны, избежание эскалации политических и отказа от подливания масла в огонь, соответствует скорейшей эскалации ситуации. В Казанской декларации саммита БРИКС, которая тоже была принята сегодня, об Украине упомянуто в одном абзаце на 13-й странице документа, и это упоминание изобилует дипломатическими околичностями. Я процитирую по русской версии документа. Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующую форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Но надо сказать, что здесь, конечно, прямая насмешка над институтами ООН, потому что Генеральная Ассамблея несколько раз обвиняла Россию в агрессии против Украины и нарушения Устава ООН, но и в Совете Безопасности ООН об этом все время говорится как о преступном поведении Российской Федерации. При этом саммит Брикс, собравший действительно большое количество участников и фактически выразивший одобрение нынешнему поведению России в мире, на мой взгляд, должен быть рассмотрен лидерами Запада со всей серьезностью. Недооценив перспективу сближения России и Китая в последние десятилетия, западные страны теперь сталкиваются с их альянсом во многих властях, например, на площадке той же ООН или в поддержке российской экономики со стороны Пекина. Эту ошибку Запад не должен повторить в случае с Брикс. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы Голоса Америки «Украина – самое важное». У микрофона был Данила Гальперович, также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple Подкасты, слушайте нас напрямую с сайта Русской службы Голоса Америки, где он доступен, и, конечно, на канале Эхо. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. Редактор субтитров А.Семкин